Уважаемые трейдеры, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кепитал. Сегодня мы поговорим на рынке об интересных идеях, которые ранее отработались, которые возможно будут торговать на текущей неделе, уже конец недели, на следующей неделе точнее. Довольно интересные моменты расскажу. Можете повторно посмотреть один момент по акциям Тесла. Хотел на него внимание обратить сегодня. Даже такую картинку подготовил. Вот пузырек, который надулся и лопнул. Итак, напоминаю, те кто смотрел меня еще зимой, по акции Тесла, был такой специальный выпуск, когда лопнет пузырь. Это было 7 февраля на канале Амаркетс. Была публикация моего обзора. Я рассказывал там довольно такую краткую лекцию, почему данный, скажем, рост, который был по акциям Тесла последние несколько месяцев, он похож. Есть признаки пузыря на 95% я сказал, что это скорее пузырь. И нас ожидает снижение как минимум на 50% вниз, а возможно и больше. Вот картинка. Можете с самого начала посмотреть данный обзор. Ссылка или на канале, или у меня в Телеграф канале есть, или на Facebook. Я ссылку на данную запись сделал публикацию. Там очень хорошая лекция, она краткая. Если кому интересно более подробно это все изучить, тему пузырей, как их определять, как их торговать, находить точки входа, это уже на персональное, возможно, на обучении персональный такой коучинг, да, по модельному трейдингу. Здесь это все мы изучаем. Я показывал, что еще 7 февраля, что ожидаю снижение по акциям Тесла. Многие говорили, что хороший материал, который я... Кто-то не верил. Такие, как... Carry & Cash, что 1500 будет. Да, это все возможно было, но, скажем, я говорил, что здесь все аналогично, как было по биткоину, как по другим пузырям, которые надувались, по другим акциям. Это уже нужно все анализировать и так далее, но очень интересный материал. Поэтому советую его посмотреть и смотрим, на что произошло после того, как мы сделали 1000. Я говорил, что есть, скажем, предпосылки к шортам по данной акции. Вот, смотрим. Что у нас произошло? Движение вниз, заходной импульс и коррекция на 350 у нас пошло. Движение это минус 65% падения с вот этого хая вот сюда. То есть у нас 65% это истинный пузырь, когда у нас идет радикальный рост и мы возвращаемся. Это было по биткоину, думаю, многие уже попали на биткоину. По этому моменту, который ждали, что биткоин с уровня 17-20 тысяч, он уйдет на 50 тысяч, на 100, кто-то парагнозировал миллион. Это нужно изучать, чтобы не попадать на такие уловки, когда вы можете потерять. Хорошо, если вы инвестировали в данную сделку всего пару процентов и потеряли там. Но бывают моменты, когда большие суммы и, скажем, активы падают на 50, на 70%, на 80, на 90 бывает. Многие криптовалюты отпадали и вы там будете сидеть, скажем, несколько лет, а то и вечность, да, на 50 больше не будет расти. Это что касается акций компании Tesla. Дальше поговорим о биткоине, да, биткоин. Так, по биткоину что у нас произошло? Напомню, в прошлом обзоре говорил, что по биткоину после набора позиций, да, возможен рост. Или, скажем, падение дальнейшего, да, что нужно будет следить за, скажем, за вот этим набором позиций. Также вот комментарии, что многие, вот это с прошлого, 13 марта по биткоину, просмотрите его еще раз. Вот Борис Аниаремов говорит, покупать биткоин против себя, затея ужасная, да, только продавать, да. Но, скажем, вот, я, скажем, со своими учениками мы делали, скажем, разбор по биткоину. Так, сейчас найдем картиночку, которую я подготовил. Вот это все картинки, которые я с прошлого вебинара, сделки, которые я идеи давал, я всегда делаю картиночки, подготавливаю, чтобы мы смотрели, что отработало, что не отработало, какие идеи были на рынке, где точки входа. Вот биткоин на минимумах, я показывал вот такую картинку, если у нас нарисуется вот такой откат, это еще было несколько дней назад, да, вот в данном диапазоне. Я говорил своим ученикам, если мы сделаем, скажем, какой-то такой вынос, да, с проторговочкой хорошей, здесь были уровни, указана модель, в принципе, понятная, почему здесь торговать в лонт. Была альтернатива еще на первый вариант, если мы пройдем наверх, потом на откате, скажем, вот этом, пойдем наверх, да, но у нас, скажем, пришли по сценарию снижение, вынос, очень красиво сюда, да, и сейчас пошел рост. Что дальше, я думаю, что будет по биткоину, первое, это возможно, кто купил, кто, скажем, наблюдал за моими прогнозами в прошлый раз, где-то в районе там 5000 плюс-минус, сейчас сделку можно переведить без убыток, часть закрыть, и часть, возможно, ожидать, как я говорил, роста в районе 10000, да, у нас, в принципе, не исключено, что это был просто вынос. И у нас продолжится вот такое движение дальше наверх, ну, то есть у нас пошел здесь импульс, пошла такая большая коррекция, и сейчас мы двигаем на 10000 и, возможно, в район 15000, это как вариант, да, то есть мы трейдер, мы понимаем, что могут быть разные варианты на рынке, но был сигнал на покупку, поэтому им мы и воспользовались. Что дальше, сейчас биткоин показывает рост, если, скажем, будет такими темпами расти, делать какие-то там откаты, такие небольшие, то, в принципе, этот рост имеет вариант сохранения, да, но, если, допустим, сегодняшний день у нас закроется вот таким соусом, да, будут, медведи придут на рынок, пойдет сильное движение вниз, да, вот так закроемся, и дальше пойдет какая-то проторговка, нужно очень внимательно здесь следить, то где-то в районе 6000, плюс-минус там, это уже по факту нужно смотреть, что будет рисоваться, возможно, рассматривать на дальнейшее снижение, вот такой сценарий вижу шорт, будет ли шорт сценарий рисоваться где-то в этом диапазоне, все возможно, это просто нужно уже наблюдать, я, скажем, не буду там наперед загадывать, что там будет рисоваться, потому что это, скажем, ну, такая угадайка будет, и лучше уже по факту нужно будет смотреть, что будет рисоваться, да, как я в прошлый раз сказал, что если по биткоину у нас здесь будет проторговка, да, то, в принципе, у нас, если появится сигнал на лон, мы покупаем, в принципе, здесь был очень хороший, как я сейчас показывал картинку, если сигнал на шорт будет от верхней границы, там тоже были сигналы на шорт, они локально отработались, но дальше появился, скажем, было по биткоину вот так, показал сигнал на шорт, он отпадал, потом идет выкуп, проторговочка, да, и наверх, то есть паттерн рисовался в лон, поэтому, скажем, это нужно понимать. Сейчас, кто вошел уже, сидим без убытки, часть закрыли и, скажем, надеемся на сильный рост по биткоину. И если здесь будут какие-то моменты рисоваться, я буду, скажем, в следующих обзорах уже говорить, и, скажем, те, кто будет интересоваться, будут отвечать на эти вопросы, это что касается биткоина. В принципе, то, что я рисовал своим ученикам по биткоину очень-очень красиво отработалось, вот на часовика был отрисован прогноз того, чего я ожидаю, это на этой неделе было, несколько дней назад, да, оно, в принципе, очень красиво отработало. Так, также, вот, в принципе, отвечу на вопрос, был интересный вопрос от Данила Бакулина, он, я так понял, новичок, в принципе, это большинство не знают. Я говорил, что уже некоторые биржи запрещают шарты по, скажем, некоторым инструментам, это я слышал на корейских биржах, да, что это такое, это такой момент, что, вот, я, допустим, по активам возможность торговли в лонг-шорт, а чтобы предотвратить падение определенного актива, биржа может запретить шорт данного актива, чтобы, скажем, не было спекулятивных шортов. Это, возможно, по акциям, скажем, по определенным другим активам, я не знаю, касается ли это, да, не сталкиваться с валютами и так далее, да, но именно по акциям это, возможно, запретить и очень легко на определенное время и так далее. Поэтому более подробно можно почитать, я, скажем, всех тонкостей, скажем, вот этих всех моментов не знаю, просто знаю, что это, возможно, запретить, это бывало уже много случаев. Это может быть как кризис, что запрещают общие шорты, да, по некоторым активам. Может быть, в любое время это касается акций, да, когда, что такое шорт акции, вы берете в кредит эту акцию в брокера или, скажем, того поставщика, который, маркетмейкер, который вам продает эти акции, и он может, скажем, в договоре, когда вы открываете брокерский счет у брокера, там есть прописано, что брокер может запретить шорт по данному активу. Это первое, и он вас закрывает по текущему, да, или второе, он может поднять колоссальные проценты за пользование шортом, да, это кредитный. Там обычно, если это на американском рынке, то это очень маленький процент, там идет, но они могут поднять до 100, 200, 300 процентов и кредит на шорт, да, и вы, скажем, вам не выходно держать этот момент. Я думаю, что многие видели в фильмах эти моменты, кстати, по поводу вот этого процента, вот, допустим, тот же сериал «Миллиарды», там Бобби Акселерот, ему нужно было удерживать шорт определенной акции, и он взял кредит другого, скажем, хедж-фонда в кредит, там, под 20 или 30 процентов, я уже точно не помню, какой процент, чтобы удержать шорт, там, по каким-то причинам, ему нужно было, у него был инсайт, что эти акции пойдут на балл, скажем, что он условно заработает на них, там, 100 процентов, 50, а заплатит он, заходить, всего, там, 20 или 30 процентов. Можете пересмотреть сериал «Миллиарды», там будет такой момент, а более подробно уже изучить, скажем, в интернете, Google или YouTube вам помощь, там очень подробно, поэтому, я думаю, Данила, лучше этот вопрос изучить в интернете, там все подробно, нужно много времени потратить. Так, на этот вопрос ответил, дальше, что интересно, по валютам было, сейчас пройдемся, евро-доллар, наш любимый, что я говорил в прошлый раз, что по евро-доллару здесь, я вот так рисовал, то у нас будет рисоваться шорт по данному партию, скажем, вот так, и движение вниз. В принципе, я ждал, когда у нас был восходящий тренд, я ждал заходящий импульс вниз, и, скажем, на откате был здесь вариант шорта, скажем, ну, он такой был корявый, но, возможно, но здесь было получше, и, в принципе, вариант с шортом воспользовался один из моих учеников, сейчас найдем его картинку, вот Алексей шортанул, то, что я показывал, вот у нас, картиночка, евро, как я говорил, вот раз, и шорт, вот точка входа, шорт взял, скажем, не все движение, но, в принципе, там почти 200 пунктов, там неполных, он взял движение, в принципе, скажем, неплохо. Там вопросы по точкам входа, это уже такое, не далее, но, в принципе, воспользовался вот этим вариантом шортом. Я, в принципе, писал, конечно, такой обвал пошел сильный, это все было, скажем, спрогнозировано. Дальше, что мы имеем на текущий момент по евро-доллару? Сильное падение, сильный тренд. Есть у нас уровень 0.775, давайте будем такое. Что на сегодня? Если мы, скажем, сможем закрыться выше данного уровня, да, хотя бы вот так, то нужно за этим наблюдать, это уже будет с понедельника, а если будет здесь определенная проторговка, то, в принципе, мы, возможно, пойдем на рост по данному отливу. Дальше, нужно очень следить внимательно за вот этой проторговкой. Это то же самое, что было по биткоину, что я говорил. Вот у нас было по биткоину сильное падение, откупили немного, я говорил, что нужно смотреть, скажем, за позиции, которая будет набираться, и уже определять, будет ли он. Конечно, это более понятно тем, кто не обучался, ученикам и не понимает эти паттерны, скажем, подробно. Как их, возможно, рисуется ли там лонг, или неранки, или, скорее, шок. Поэтому, если здесь такой сценарий нарисуется, будем ждать лонг, это уже со следующей недели. Если мы, скажем, сегодня закроемся ниже, да, вот этого уровня, то, в принципе, я не исключаю дальнейшее снижение вниз по данному отливу, да. Я уже здесь, скажем, не буду продавать евро. Почему? Потому что мы уже, скажем, отпадали достаточно много там пунктов, скажем, ну, много, да. У нас 4500 на... ну, почти там 800 пунктов, сколько там, да. Поэтому, на текущем моменте, даже, скажем, если мы закроемся ниже, или где-то плюс-минус, то есть здесь чуть-чуть ниже, нужно смотреть также на вот эту, на вот эту протоколу, которая будет дальше формироваться. Если мы пойдем сразу вниз, это одно, да. То есть, это шорт, в принципе, идея, логичный и так далее. Но, не исключаю, если мы закроемся ниже, и дальше начнется какая-то по торговкам, нужно внимательно наблюдать, рисуются ли там, скажем, какие-то предпосылки для ЛНГ, аналогично, как было по Биткоину, потому что уровень, это, скажем, такое эфемерное понятие на рынке, и уже нужно смотреть по факту. Вспомнил вот такой момент, сейчас покажу. Вот аналогичный практически был уровень, вот, по евро-доллару это было очень-очень давно, но мы сейчас вот найдем. Ну, в принципе, там не такая ситуация, прям, была, но то же самое, вот смотрите, у нас был уровень, вот здесь, вот уровень, да, мы закрылись ниже, и потом, скажем, вот у нас ниже закрытие, и потом начали здесь бороться, раз, вниз, вверх, потом снова вниз, уже можно продавать, вроде бы, я помню, здесь с учениками, вот именно Алексей пробовал здесь шортить, потом, мы там обсуждали, это было еще 2008, 18, вот, что здесь скорее лонг будет, и он, в принципе, так и, потом, успел выйти с шортовой, мы даже там, купили вот этот момент, поэтому, сейчас по евро, нужно очень внимательно наблюдать, закроемся выше, с хорошей проторговкой, если не будет пойдет лонг, ну, точно, не наша сделка. Дальше, по евро закончили, в принципе, все понятно, ожидаем, золото, по золоту, в принципе, бинго, скажем, если кто смотрел все мои обзоры, за последнее время, говорил, что, не покупайте золото на хаяк, то есть, даже приводил пример, когда еще было в феврале, где-то в этом диапазоне, вот диапазон, рассказывал историю, о том, как, я, хожу по пятницам в сауну, и один из моих друзей, который не занимается трейдингом, спросил, потому что что-то обсуждали, он говорил, о, слышал о золоте, что там идет рост сильный, и так далее, я приведу пример, что если уже, все, там, рядовые, скажем, граждане, интересуются покупкой золота, и так далее, плюс, на канале, РБК, скажем, это финансовый канал в России, кто его смотрит, я его смотрел несколько лет назад, где-то 5 или 7 лет назад, очень активно, да, там тоже все на 2000 золота, да, плюс, там, аналитики некоторые, все 2000 золота, рост, защита от активов, и так далее, это была ловушка, которая, в принципе, очень хорошо сработала, мы прокатились, условно, с 1700 на 1000, практически, 450, это 250 долларов, да, это достаточно много, это практически, там, под 15% снижение от актива, от стоимости актива, плюс, учитываем плечо, да, фьючерсы, там, хорошие плечи, ETF есть, с плечами, и так далее, то есть, это маржинальный инструмент, поэтому, здесь, это помножьте на, в зависимости, разные активы, вот, там, вот, трех, до пяти, до десяти, и так далее, и выше, умножать, и смотрите, какое-то движение, и все не понимали, почему, там, S&P падает, активы падают, акции, золото тоже падает, да, все очень попали здесь, и так далее, я говорил, вот, в этом моменте, шортах, вот здесь, говорил в прошлый раз, о шортах, и, в принципе, мы очень хорошо падали, что на текущий момент, у нас по золоту, рисуется, скажем, какой-то набор позиций, вот, была интересная идея, сегодня, мы, мы на этой неделе, обсуждали, несколько дней золота, и, в принципе, сегодня с утра, один из моих учеников, вот, вот, Вадим, ну, даже вчера вечером писал, что уже по золоту, возможен, очень рисковый, лон, контртренд, и, в принципе, Вадим сегодня добавил картинку, я вчера просто с телефона писал, и нет картинки, да, а вот, Вадим, в принципе, сегодня скинул, модель очень хорошая, да, то есть, модель, корень, молодец, Вадим, и, в принципе, у нас локальные отрасли, я это не торговал, почему, потому что сейчас такая волатильность по золоту, что там, скажем, сегодня, если бы покупал, там, скажем, стоп ставить 200-300 пунктов, скажем, это пока не для меня, скажем, я вот этот момент не торгую, плюс, это, скажем, контр-мехатренд, хотя, возможно, в принципе, это было взять. На текущий момент нужно следить за золотом, скажем, за уровнями, вот, за вот этим диапазоном, скажем, 1555 и нижним диапазоном, там, 1450, да, вот, где-то в этом диапазоне. Мы следим, смотрим, что здесь золото будет делать, да, будет ли дальнейший рост, или если мы провалимся ниже вот этой зоны, скажем, там будет дальше свободное падение. Смотрим на рост, скажем, в район 1055, какая здесь реакция будет в этой зоне, если там будет сложно, скажем, тестировать, то, возможно, дальнейшее снижение по данному активу, скажем, в сторону вот этого заходящего, скажем, возможно, этот импульс пошел истинный, да, и у нас идет какая-то коррекция вниз и дальнейшее движение. Поэтому, сейчас пока мы находимся внутри диапазона, да, вот, у меня, я показывал прошлые сделки, ребята очень хорошо заработали, некоторые отсюда шаркили, да, взяли движение вниз, я тоже уже позакрывался, вот по этому движению, поэтому золото пока наблюдаем. Дальше, нефть, вот по нефти, всех, скажем, интересуют вот данные моменты, что будет дальше, нефть, скажем, сделала 20-50 марки Light, давно мы уже там не были, несколько, скажем, десяток лет, да, практически. напомню, в прошлом обзоре обсуждал ключевые уровни по нефти, 35 и 30, 34. К верхней границе мы не дошли, сказал, будем смотреть, если пробьем ее, вот так, пойдет лон. мы ее не добили, скажем, не трогали, локальные там были уровни, мы, скажем, в клубе, кто смог, кстати, кто добавлялся, мы обсуждали, что возможно шорт пониже, там локальные уровни, и дальше, нижний уровень, смотрите, мы закрылись ниже уровня, зеркало, и ушли вниз. На локальном там премии, смотрите, это очень хорошо видно, я шортил, скажем, небольшим объемом, потому что нефть сейчас очень сильно волатильная, вот, в принципе, те уровни, которые я говорил, 35, 30, 34, смотрите, падаем, пробиваем уровень, зеркальный уровень, то есть, вот у нас просто, проторговочка, пробиваем, уровень, о котором я говорил, и вниз, да, то есть, вот раз, еще возможен заход 2, и сильное падение, в принципе, все, что я говорил, скажем, отработалось на 5 с плюсом, уровне, о котором я говорил, дальше, что по текущему моменту, у нас, так, я бы дальше, также оставил, оставил уровень, 30, 34, и добавил, еще вчерашний, уровень, 28, 28, и, за ним понаблюдал, потому, что у нас, сейчас, сохраняется, нисходящий тренд, есть, скажем, такое, небольшое поджатие, наверх, и, я бы за этим уровнем, наблюдал, если, скажем, будем делать ложный, вот так, да, то, в принципе, сохраняется, дальнейшее, скажем, снижение, возможно, оно уже не будет, таким, феерическим, как было, вот здесь, да, вот здесь, вот это все падение, да, будут более, какие-то длительные проторговки, поэтому, очень нужно осторожно, смотрите, там, нефть по 300-500 пунктов в день летает, и, поэтому, даже больше, вот, смотрим, вот этот день, да, один и второй, здесь такие движения по 800 пунктов, практически, поэтому, очень осторожно, а я, скажем, здесь, чуть-чуть докупился по нефти, на минимумах, вот здесь, скажем, небольшим объемом, сугубо, покупка инвестиционная, скажем так, исторический минимум, 20, там, с копейками, еще будут докупляться пониже, и так далее, это уже такой инвестиционный момент, с минимальными, скажем, плечами, и небольшим объемом, дальше, поэтому, если мы все-таки сможем, скажем, как-то, пробить, вот эти уровни, 28, 28, 30, 34, то, в принципе, здесь, возможно, будет какое-то зарождение, там, лангавра, всегда, поэтому, больше склоняясь, к шартовым движениям, давайте, на часы веках, еще раз посмотрим, вот у нас, смотрите, как сегодня подошли, и мы, поддерживаем уровень, 20, ну, скажем, в районе 30, 34, дальнейшее будет, снижение, по данному активу, так, фунт, так, по фунту, аналогично, как и по евро, на прошлый раз, говорил, вот здесь, о, шарта, или даже, нет, вот в этом, обмене, это было, вот пятница, что у нас будет снижение, но здесь, скажем, сразу начали падать, по евро, была хорошая протоговка, мы отпадали, сделали, 1,15, скажем, исторически, такой минимум, по фунту, что дальше, аналогично, как по евро, вот, уйдет, в принципе, какой-то, заходной импульс, контртренд, если здесь будет, скажем, какая-то проторговка, в принципе, возможен, возможен рост, по данному типу, это будет, коррекционный рост, срочный, это уже время покажет, но, пока, на такой же момент, имеем, аналогично, что и по евро, вот у нас рост, в принципе, смотрим дальше, что будет у нас набираться, ну, и, в принципе, по валютным парам, больше ничего не скажу, золото, нефть, обсудили, еще, возможно, сказать, S&P 500, в принципе, вот у нас протестировали уровень исторический, кратко вчера, переписывали, переписывался с одними из своих коллег, да, говорил о уровне 2, 2400, плюс, видимо, чуть-чуть можно сдвинуть, 2365, точнее, будет в таком формате, так, уже, уже есть какие-то признаки, на возможный, лонг, коррекционный будет, или, скажем, на обновление максимум, это время покажет, видим, уже есть набор позиций, мы около недели, торгуемся, пробуем падать, но, все время, появляется здесь покупатель, в этой области, там, 2300, 2400, и, в принципе, не исключаю, скажем, определенный рост, в район, там, 3000, да, это вот сюда, очень осторожно нужно покупать, стопы, ставить за минимум, да, это если долгосрочный, да, имеется ввиду, если там, интердейшки, то, очень осторожно тоже, потому что волатильность зашкаливает, то есть, какие стопы, что, скажем, ранее, такого, скажем, движения по 200-300 пунктов в день, там, по 150, чтобы стопы ставить, по SLP 500, такого раньше не было, скажем, я захотел со стопами, там, 10, 20, 30 пунктов, скажем, в таком формате, а сейчас, это в 10 раз, и 20 больше, поэтому, есть набор позиций, и, в принципе, не исключаю, на возможный рост, но очень нужно внимательно смотреть, потому что, пытаются выкупать, и, как-то слабенько, но, уже, уже что-то похоже на рост, потому что, многие мои знакомые, покупали, и вот здесь, и вот здесь, да, вот эти все падения, пробовали выкупить, без набора позиций, скажем, здесь уже есть что-то похожее, так, ну и, в принципе, все на сегодня, всем удачной торговли, если будут какие-то, скажем, уточнения, пишите, если кому-то будет интересно, в комментариях, по возможности, комментарии прочитаю, если нет, добавляйтесь в Facebook, там уже более подробно, мы все обсуждаем, всем спасибо, до свидания, с вами был Виталий Кухта, Кухта Capital. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,